Привет, с вами Велсуком и ты выиграл iPhone 10. Ну как тебе что, не приходило сообщение в директ Инстаграма, вон, все вообще видели замечательное с ошибками, с опечатками. И мне это все обратно прилетает, типа, о, я выиграл, я так давно участвовал, спасибо. Есть учитка, что за хрень происходит? А нам оказалось, что это просто какой-то бот, и кто-то настроил эту тему, и непонятно зачем. Единственное, что я сделал, это по всем нашим соцсетям, в том числе в сообществе YouTube, написал, что типа, это какие-то мошенники, какие-то разводилы, будьте внимательны. Но люди все равно продолжали мне писать, и я подумал, о, это отличный повод поговорить, в том числе и о конкурсах, и разводах в интернете, и вот это все. И конкретно разобрать эту ситуацию. Поехали. Представим ситуацию, что вы, подписчик Велсуком, участвуете в наших многочисленных конкурсах, и каждый раз надеетесь, что вот вам сейчас повезет. Это хорошее чувство, и это правильно, но я бы рассматривал это как бонус, как прикол, не как возможность выиграть iPhone. Никогда не нужно ни на что надеяться, когда особенно это не зависит от вас. Как недавно я был в Лас-Вегасе, играл на автоматах, и вообще ни на что не надеялся, проиграл и не сильно расстроился. Потому что я приехал туда не для того, чтобы выиграть, не для того, чтобы поднять бабла, а просто хорошо провести время. И с конкурсами ровно то же самое. Если вам нравится контент, вы просто по фану участвуете в простом лайтовом конкурсе. Не нужно надеяться выиграть iPhone, гелик или поднять бабла. Вас разведут. В нашем случае я специально заморачиваюсь со всеми этими стримами, со всеми этими лайвами. Подвожу итоги как есть, для того, чтобы вы видели весь процесс, ну и могли мне доверять. Я делаю это уже хренову тучу лет. Знаете, когда я первый конкурс замутил? На 25 тысяч подписчиков, сейчас не соврать, 6 лет назад. Наврал! 7 лет назад, в 2012 году я разыграл свой бэушный iPad. И это тогда было прямо вау. Никто на YouTube, особенно на российском, ничего не разыгрывал. Я подумал, а почему нет? И тогда я благодарил вас, моих подписчиков, и говорил, ребята, без вас этого всего бы не было. Сегодня у нас большой день. 25 тысяч подписчиков на канале. И это действительно такая, ну, круглая дата, по большому счету. Это четверть чего-то, наверное. В общем, спасибо вам. Потому что для любого человека, который делает видео, выкладывает их в интернете, подписчики, это все. Аудитория, люди, которые смотрят. И поэтому без аудитории нет смысла вообще что-то делать. И еще раз спасибо вам. К чему я вас призываю? Как правило, вокруг таких акций крутится очень много мошенников. И если вы будете получать от меня или от кого-то еще какие-то фейковые сообщения, что ты выиграл, но тебе надо отправить смс-ку 100 раз, не лох. В таком случае не ведитесь. И сейчас, спустя 7 лет, и спустя большое количество подписчиков, ничего не изменилось. Я все так же разыгрываю призы не для того, чтобы набрать подписчиков, не для того, чтобы не знаю, что сделать. Я просто это делаю, потому что могу. У меня остается какая-то техника, мне ее либо на авито скидывать, либо, я не знаю, складывать на полки, либо вам отдавать. И я думаю, что из всех этих вариантов вот этот самый правильный. Вы не представляете, какое количество геморроя нам прилетает вместе с этими конкурсами. Конечно, какое-то количество подписчиков также приходит, и это хорошо и приятно, но мы с вами знаем, что сегодня на ютубе количество подписчиков не решает. Есть канал мой на 7 миллионов, вроде бы большой, а просмотров может быть вообще ничего. И обратная ситуация, когда вроде бы подписчиков немного, а просмотры прут как не в себя, и это отлично. Сегодня все изменилось, завтра может все измениться обратно. Тут только ютуб знает, они вот, например, вроде как думают сейчас убрать весь детский контент в отдельное приложение, и это хорошо. Потому что я считаю, что это надо разносить. Все-таки детский контент на ютубе сегодня, ну это прямо болезнь какая-то, однако это тема отдельного разговора, сейчас про конкурсы. Так вот, мы проводим их по всему миру, и это очень сложно, потому что и мы отправляем в Беларусь, и в Украину, иногда это бывает какой-нибудь компьютер. Вы представляете, сколько весит компьютер огромный? Мы разыграли наш гробовщик, и он улетел с диким скрипом, потому что отправить его было сложно, потому что все это дикий-дикий геморрой. Но я это делаю, потому что это, ну блин, я считаю, что почему нет? Когда 7 лет назад я разыграл iPad, это еще раз было в диковинку. Сегодня раздают все, что угодно, машины, гивэвэи в Инстаграме. Единственное, что меня раздражает именно в Инстаграм гивэвэях, что это шанс заработать. Это как раз возможность просто поднять бабла на своих подписчиков за счет спонсоров. Подписывайтесь на 100-500 аккаунтов. Я считаю, что это стыдно. Я бы в таком участвовать не стал. А я вам рассказывал, что вся наша деятельность на канале обусловлена одним простым правилом. Я хочу пользоваться этим сам. И я хочу интересоваться этой темой. И именно эту мысль я ретранслирую вам здесь на канале. Ну, думаю, я посмотрел на эти гивэвэи и понял, что я бы в этом зашкваре участвовать не стал. И, конечно же, подобного вы на канале Вилсаком и в аккаунте Вилсаком Инстаграм не увидите. А вот простые конкурсы, когда вы подписываетесь, лайкаете и оставляете один комментарий, это крутая история. Она сегодня уже не приносит даже каких-то вот крупиц подписчиков, как бы это странно не звучало, но, тем не менее, мы продолжаем это делать. И люди пользуются этой моей популярностью с конкурсами, наверное. Потому что постоянно людей пытаются развести. Постоянно, когда мы что-то разыгрываем, появляются мошенники. Мы со всеми боремся. Это достаточно сложная, опять же, теневая работа. Не обо всем есть смысл рассказывать на канале. Люди постоянно пользуются моей популярностью еще в виде запросов к производителям. Пишут им письма. Я вот в Вилсаком, у меня много подписчиков. Дайте мне, пожалуйста, камеру, дайте мне, пожалуйста, каких-нибудь гаджетов. И люди отправляют этим мошенникам гаджеты на миллионы рублей. Потом им, соответственно, никакие ролики не выпускают. И они приходят ко мне. А, дескать, мы вам отгрузили техники на пару мультов. А где же, где же непосредственно ролики? Я говорю, что? Я первый раз вас вижу. И все же, давайте поговорим о конкретном случае. Где-то неделю назад началась эпидемия сообщений в Инстаграме. Боты засылали, видимо, моим подписчикам в директ сообщение, что вы выиграли iPhone X. Все это было максимально хреново оформлено, с ошибками написано. С каким-то диким шрифтом. Я бы убил вообще, если бы кто-то у нас здесь в Вилсаком Медиа написал таким шрифтом любой текст. И предлагалось перейти по ссылке и, значит, заполнить адрес доставки. Я изначально подумал, что, скорее всего, здесь развод идет на доставку. Что происходит? Пишут, вы выиграли, все здорово, iPhone X, Вилсаком. Вы же участвовали в розыгрыше в Вилсаком-то, скорее всего. Да, вот вы, наконец-то, выиграли. Люди пишут, значит, все заполняют. Им говорят, все, отлично, спасибо, огонь. Только 250 рублей доставка стоит, ну, потому что вы где-нибудь живете там в регионе, скорее всего, или вообще не в России. Тра-та-та. Люди отправляют 250 рублей каким-нибудь Киви, Яндекс и так далее. И все, больше они ничего не получают. Конечно же. И вы скажете, 250 рублей, какой смысл геморроиться? А представьте, что вы раскидали таких сообщений 10 тысяч или 100 тысяч. И даже если вам процент прилетел обратно, это все равно неплохие деньги. Особенно, если это все автоматизировано, особенно, если вам ничего делать не надо. В картинке, как вы могли заметить, предлагалось написать в WhatsApp на номер мобильный, а я на него сейчас попробую позвонить. Или находится вне зоны действия сети. Ах ты, подлец, вне зоны действия сети. А самое смешное, что если написать на этот номер в WhatsApp, тебе также отвечает бот. То, дескать, я менеджер Вилсаком, тра-та-та, иди вот на этот сайт, все заполняй. Я, когда перешел на этот сайт, ржал как конь пару минут, отвечаю. Потому что, мало того, что это развод с iPhone X, так еще и попадая на сайт, тебе говорят, что это не iPhone X, а копия на Android. Прям в душу плюнул? Прям, что за люди такие? Ну, хоть если разводите, то красиво. Что это за детский сад? Какая копия iPhone X? Что это? Как? Укажите адрес доставки. Да не вопрос, указываю адрес доставки, и дальше мне предлагают ввести мои данные ВКонтакте. Вот на этом моменте я сломался, потому что есть чувство, что это фишинг, это чисто попытка угнать ваш аккаунт во ВКонтакте. И вот этот весь геморрой ради фишинга учетки во ВКонтакте, в принципе, наверное, с ним можно что-то интересное сделать, но я бы лучше бабло рубил. Однако люди уже прошоренные, они такие, а, он, наверное, хочет денежку с доставки поиметь. А там прямо написано на картинке, за доставку платить не надо, все расходы берем на себя. И вот ВКонтакте угоняют. Ну, я здесь рисковать не стал, потому что у меня единственное учетка ВКонтакте, фейков нет. И я такой, ну, допустим. Хочется верить, что большинство моей аудитории достаточно прошоренные люди. Я не говорю, что они взрослые. У моей аудитории есть как и взрослые, и очень взрослые. И в целом, наверное, ядро аудитории достаточно взрослые люди. Но есть и школьники, и я не из тех ютуберов и блогеров, которые такие, ну, школьники. Это будущие взрослые люди. У меня выиграл человек айпэд, если я ничего не путаю. Он мне написал недавно. Я, говорит, еще когда выиграл, был школьником. Сейчас я уже закончил институт. И уже выпустился, и уже взрослый дядька. И я уже на ютубе, еще раз, с 2011 года. Старые подписчики, те, которые со мной вот эти 8 лет, они уже действительно умудрились закончить и старшую школу, и институты уже пошли работать. И, может быть, у них дети появились. И скоро их дети тоже на меня подпишутся. Поэтому я не из тех, кто такой, ну, школьники, школьники, это хорошо. Но мои школьники достаточно умные. Я хочу в это верить. И они понимают, что подобные разводы надо игнорировать, а еще лучше репортить. Дело в том, что аккаунт Wilson001 уже забанен в инстаграме. Но началась новая волна, появился аккаунт Wilson0001. И сайт изменился чуть-чуть. Но это, в общем-то, сути не меняет. Этот развод может продолжаться бесконечно. И хочется верить, что вы понимаете. Мы подобной фигней не занимаем. И я стараюсь, чтобы наши ролики состояли из двух частей. Развлекательной, там, распаковки какие-нибудь. Или просто по фанам мы с вами общаемся. И некой познавательной части, чтобы вы, посмотрев это видео, уходили с каким-то багажом полезным. Я сейчас буду немножко банальности говорить. И это вроде все знают. Но, тем не менее. Если вы не участвовали в конкурсе на iPhone X конкретно, вам приходит сообщение, что вы выиграли iPhone X, то это развод. Уже нужно насторожиться. И если вы видите какой-то неочевидный сайт, который, ну, прямо всем своим видом кричит, что это какая-то хрень, то не вводите свои данные. Это относится к письмам. Восстановление Apple ID. Если вы не запрашивали восстановление пароля, с чего бы вам должно прийти такое письмо? Уже насторожились. Проверяйте все данные. Смотрите, кто, что, куда. Потому что сейчас очень просто потерять свои вот эти вот пароли-учетки. А я сегодня уверен, что это более грустно, чем потерять паспорт. Вы его можете восстановить. Ничего сложного. С паролями-учетками у вас могут угнать девайсы, деньги. Просто вы получите кучу геморроя. Поэтому поставьте двухфакторную верификацию. Поэтому поставьте сложный какой-нибудь пароль, который нигде не будет записан. Поэтому меняйте пароли регулярно. Сейчас утекла база паролей. Более двух миллиардов, как говорят, за последнее время утекло вообще. Более того, утекли пароли Mail.ru и многих других. И в Телеграме есть бот, который проверяет ваш имейл и какие пароли утекли. Я оставлю ссылку в описании. Проверьте свои. Я посмотрел свою почту на мейле, на Яндексе. Утекло со свистом. Да, пароли старые, но тем не менее. Многие используют одни и те же пароли в разных сервисах. Соответственно, вы можете влететь на эту историю. Проверьте себя, чтобы потом не было грустно. Базовая такая кибербезопасность. И современные люди, которые давно в интернете, я уверен, что многие из вас росли вместе с интернетом, с айфонами, со смартфонами и так далее. Для вас это уже как встать, почистить зубы. Я не знаю, базовая реально вещь. Но есть люди более старшего поколения, которые до сих пор не очень разбираются. Не плавают, как рыба в воде в сетях интернета. И для них вот эти сообщения, типа Сбербанк запрашивает смену пароля к вашему, не знаю, мобильному клиенту. Они такие сразу в панике. Начинают вводить эти все данные. И потом удивляются, куда же денежка утекла. Объясните своим родственникам, кто постарше, что так делать не надо. И вы убережете себя в будущем от куда больших проблем. Несмотря на то, что мошенники вам никакой айфон 10 даже на андроиде не вышлет, я подумал, что не разыграть в этом видео настоящий айфон было бы, ну, как-то неправильно. Хотя хрен его знает. Но! У меня есть айфон 10R. Красный, классный, на 64 гигабайта. Который я вам отдам ровно тем способом, о котором я говорил ранее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видосу. Оставляйте один комментарий. Через неделю подводим итоги. Ну, а главная мысль этого ролика, друзья мои, будьте бдительны и не расстраивайтесь, если вы ничего не выиграли. Я в своей жизни не выигрывал ничего никогда. Вот никогда. Даже в беспроигрышной лотерее, в которой я однажды участвовал, я вытащил последний билетик и был последним, выиграл какую-то символическую хрень. Я не отчаялся и теперь я провожу розыгрыши сам. Видите, как жизнь может повернуться. А потом хрен его знает, что еще выйдет. Поэтому надо относиться ко всему максимально просто, но при этом понимать, что где куда. С вами был Вилсаком, я не прощаюсь, увидимся в интернете. И многие, наверное, хотят спросить, когда же ты сожжешь свой айфон, а iOS 13 бета 2 вышла. А вот прямо сейчас выезжаю на шашлыки. Но об этом в следующий раз.